алексей травин слава добрый вечер здрасте все очень здорово мне нравится хочу сказать по поводу пленеров живу в питере как в сказке рисую что хочешь а я просто стесняюсь выйти и что-нибудь набросать или покалякать для души и людмила понасенко тоже спасибо большое слава пожалуйста для меня подвиг выходить на пленэр а вы знаете еще в рубль михаил санч писал будучи во франции видимо он писал там какие-то этюды может быть но реплика суть суть его высказывания такая что в россии и во франции вот чем отличать французы от русских французы не подходят к художнику на улице как бы не обращают внимание а русские мало того что подходят они еще начинают учить как правильно написать я заметил будучи во франции тоже писала на монмартре и в других местах и я заметил некоторую деликатность не некоторую а просто французы очень уважительны к художнику не мешают ему могут сделать вид что они не замечают но главное чтобы не помешать и один мой приятель работал целый месяц он в сите работал недалеко от собора парижской богоматери рассказывал что он как-то вечером уже смеркалась и холод собачий снег взрывает он сидит около метро пишет и одна француженка долго стоял смотрела как он работает и отошла через какое-то время вернулась и принесла ему значит багет хлеб и еще что-то поесть он он поблагодарил и сказал что нет 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 я просто художник но видимо выглядел так бомжевата либо просто к художнику такое отношение что-то он бедный замученный вот в холод и нуждается в какой-то поддержке в россии совершенно не так у меня был случай я как-то рассказывал я вел класс в горзуфе и витя у нас такой был парень он любил кандинского и писал очень яркими цветами а там был серый такой день спокойный и выходила пара значит парень с девушкой с бутылкой пива по моему и она посмотрела на пейзаж потом на на то что значит он рисует витя то опять на пейзаж и громко на весь пляж и кричит серега посмотри какую фигню только она не сказал не фигню а покрепче рисует было и есть весело всегда весело нужно просто как-то абстрагироваться научиться но не замечать людей что ли либо так спиной к стеночке они конечно заглядывают и норовят прямо в у нас одна девочка в сицилии да и в черногории тоже бывало до слез на самом деле то есть они стан они становились так чтобы невозможно было никак заглянуть так они так зрители просачивались где-то там через колонны пытаются фотографировать ну довольно таки беспардонно бывает так конечно не всегда нужно преодолеть страх и в конце концов люди мне кажется больше завидуют тому что вы можете они нет потому что человек который может рисовать он во-первых не подойдет и ничего грубого не скажет он может незаметно посмотреть и отойти так чтобы норовоучения давать и учить ну вот так такой менталитет такая такая среда нужно к ней приспособиться ну что ж сидеть дома то из окошка выглядывать как из бойницы сам факт того что вы боитесь и стесняетесь говорит о том что вы в общем-то из их среды которые обратная сторона они подходят и начинают там может быть даже учить но это из одной области плюс-минус середина лучше то есть вы не не за тех не боитесь не не за тех которые ругают вы просто посередине но как будто бы сквозь вас проносятся разные потоки воды и мутная и чистая как лотос равно он самый волшебный цветок потому что какая бы грязь на него не лилась грязная там вода вместо вместе с грязью его листья и сами лепестки всегда чистые это удивительно это так так он устроен вода мутная любая соскальзывает ну давайте станем лотосами подвиг выходить на пленэр ну да как у барона мюнхаузена по четвергам что ли там когда там по субботам подвиг запланирован надо значит хотя бы один раз в неделю совершать этот подвиг а для простоты но объединяйтесь кстати с александром травином может быть вы оба людмила александр и людмила живете в петербурге вдруг но если одному страшновато можно спиной к спине вот так стати никто тогда не подойдет ну как воины когда вот вокруг окружили все такие глазастые люди свирепые такие прохожие а вы спиной к спине последний такой оплот отбиваться до конца я кстати я помню о третяковки работали тоже был класс и дна была девушка она психолог и один мужчина мы писали один мужчина значит начал фотографировать без спроса он иностранец ему ну что он чик 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 и она взяла как сваи вбивала на него пошла очень агрессивно он отскочил сразу куда-то на на лавку убежал я сказал нельзя меня снимать без спроса и все надо просто дать отпор если кто-то там мешает слишком сильно но мне кажется ребята красота должна победить если вы видите что солнце снег красивые вообще пейзажи то они по умолчанию больше чем наши страхи выйти собрать монатки выйти пописать понятно что питер понятно что каждый второй художник понятно что каждый третий академик тем более не страшно помогут в конце концов советом бывает так что советы очень важны даже от людей которые их раздают их не убеют рисовать один не сказал недавно в гурзуфе он же вот я не вижу что ты тут 9 утра было даже полдевят что ты тут рисуешь там же такого нет я же там не вижу что ты тут намазал я ему сказал что я учусь я всем говорю что я учусь и вопросы как правило исчезают они сразу так но снисходительно начинают сразу год что они тоже рисуют или рисовали а вот посмотрите мои работы ну так чтобы диалог в общем завязывается он может быть бесконечен и вы собственно можете просто проговорить эти все четыре часа и ничего не сделать так как много советчиков это же анекдот такой знаете почему сексом нельзя заниматься на красной площади советчиков много марина урванцева где же взять живую модель в глубинке как их находят да еще иметь возможность выбора не вдохновляют тощие так не надо тощие возьмите по наваристей в конце концов знакомых просто приглашайте и не обязательно их раздевать до нога да пусть будут как у архипова посмотрите какие модели в красном женщины такие совсем не тощие у них прям все так в их пределе могучие огромных возможностей красота невероятная пусть это будут цветные модели в одеждах каких-то как есть ищите типажей не просто а бы какая-то модель встречались ли вам фигуры стиле античных статуй а вход в студию qr-кода нет слава богу разумные люди все мы без без кодов встречаемся античных статуй в стиле ну да вот мне позировала кира посмотрите рисунки карандашом в моей школе и там как раз позировала фантастическая такая модель она скульптор знает что мне нужно и показывала движение в кадре в позе вы знаете мне кажется дорогу оселить идущий нужно просто если есть желание можно найти в деревне модель но чтобы знакомые же есть по просто попросить сказать что мне надо но заплатите им там бутылку купите червивки но шутка конечно что там будут две но просто заплатить и будет человека заработок небольшой объединитесь с кем-то кому еще нужно порисовать киньте клич где-нибудь фейсбуке в инстаграме где-нибудь еще но просто художники вы же мы же объединяемся друг с другом знаем какие-то места где собираются выставки всякие но так всегда было в абрамцево ведь же художники собирались все время рисовали что-то там такая была тусовка джой нас место место ретушного лака можно тройник использовать да думаю можно если речь идет о том что вот стоит работа два года такая уже высохла уже сухая и хочется на ней еще пописать то я говорил что ретушным лаком ее нужно протирать если его нет тот тройник использую я бы использовала что такого там же тоже лак есть может быть меньшем количестве но главное чтобы была сцепляемость этого слоя можно просто мне кажется друзья реставраторы посоветуйте просто обычным лаком каким-нибудь пихтовым или домарным протереть и писать чего там будет сцепка нижнего слоя высохшего снова главное чтобы это этот слой не было жирным жир надо убрать жир и постным маслом писать потом друзья это 38 урок он написан на винограднике здесь в гурзуфе после того как работа была скомпонована идет процесс решения поиска решения в момент закладки отношений она возникает и я показываю как художник идет как он идет к реализации этого решения это очень интересный процесс и этот урок для тех кто любит дизайн в живописи кто любит экстраординарное выражение это не значит что вы будете также писать но просто этот толчок к тому чтобы вы искали свой способ новый способ выражения того что вы видите мотив может быть незамысловатый простой но найти уникальное яркое его выражение это очень большая задача и урок посвящен этому 38 урок два тополя дизайнерское решение а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok